Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с ними в различные Android-игрушки. И сегодня мы поиграем с вами в Arc Survival Evolved. Как вы видите, у меня очень сильно проседает FPS, а потому что я выкрутил настройки графики на максимум. Без записи же FPS. Ну, проседает, но не так сильно. То есть, можно, в принципе, играть. И сам игру еще не запускал. Ну, господи, до чего мы дожили? Arc Survival Evolved на телефон! Серьезно, давайте уже играть. Собственно, покажу вам настройки видео, что все стоит у меня на максимуме. Да, эпическое разрешение также на максимуме. Ну, и я добавил еще вот имена персонажа. Если будет очень сильно лагать, естественно, мы с вами играть в одиночную, автономном режиме на своем острове. Только для вас соединения не требуются. Или неофициальные сервера. Хм... Играть и до 60 игроков на острове. Ладно, давайте одиночную игру, потому что я еще не играл в эту игру ни разу на ПК. Но я знаю примерно, что это казуальные ваши черты. Выживший режим по умолчанию. Хардкор. Не короткий. Теряет большинство хп. Все инстаграмы. Разборка ничего не дает. Бла-бла-бла. Сложность. Режим выживания. Ну, будем играть на выжившем, наверное, все-таки. Я первый раз играю в эту игру. Для опытного выжившего. XP повышается на 20 медленнее. Имеете еще больше проблем. XP повышается на 50. До уровня 300. Нихрена себе, зверский. Начинаете молить. Давайте зверский, потому что зверский. Звучит круто. Сейчас отлетим 50 раз подряд. Так-то, по сути, весь прикол в мультиплеере, да? Но я вообще не в курсе, что это за игра. Поэтому будем осваивать потихонечку сначала одиночную игру. И нам предлагают собрать персонажа. Ладно, давайте поименуем его как-нибудь. Пусть это будет... Ну, я не буду особо, знаете, выдумывать что-то там. Хотя... Давай... Это будет женщина. И у нее будет вот такое вот имя. Почему бы нет, да? Барбариска. Отличное, я считаю, имя. И что это такое у нас? Это у нас... Да-да-да, это у нас внешность. Естественно, мы будем женщину играть. И это, как я понимаю, уже готовые макеты, да? Первый, второй и третий. Нифига себе высокая какая. Либо же случайно есть. Нажмите, чтобы увеличить. А, типа, вот так вот увеличить. Да, мне вот так вот нравится, наверное. Вот это слишком далеко, это тоже далеко. Это еще дальше, а вот это вот самое то. Мне, по крайней мере, будет видно. Во-первых, цвет кожи. Ну, барбариска у нас должна быть, естественно, соответствующего цвета. Поэтому мы сделаем ей максимально... Да, блин, где этот цвет дурацкий? Хотя можно вот такую сделать. Нет, я хочу сделать вот... Блин, сложно вот поймать здесь... Ладно, вот так вот пойдет, короче. Будет максимально красного цвета кожа. Также будут красные глаза. Конечно же, у барбариски цвет волос у нас будет, естественно, как вы понимаете, тоже красный. Господи, как тут странно вообще кастомизация сделана, блин. Тут, типа, палитра цветов. Ладно, давайте сделаем тоже. Такой красного, к сожалению, прям ярко красного нету. Но есть такой, знаете, чуть-чуть оттенок красного. Да это коричневый скорее. Можно мне чисто красный. То есть, смотрите, есть черный, есть серый, есть... О, секунду, секунду. Не, красного нету. Есть желтый, и сразу желтого идет до белого. А вот, смотрите-ка, тут красный был. Ну ладно, сделаем ведь что-то типа красный. Длина волос. Ага, тут еще длину волос можно регулировать. Давайте мы сделаем для начала... А тут волосы, интересно, растут во время игры? Мне кажется, да, именно они растут. И это офигенно получается сделано. Можно сделать вот такую вот. Давайте вот такую сделаем. Выглядит круто, по крайней мере. Если ей на одежду нормально нацепить, может быть... Так, размер головы. Даже не знаю, какой размер взять. Давайте чуть-чуть, почти максимум. Так, верхняя часть лица. Можно мне как-то приблизить еще ближе, нет? Нет, не могу. Ну давайте тогда повернем ее чуть-чуть. А, я ее даже повернуть не могу. То есть, она в статичной позе замерла. Ну, окей. Так, это и не то. Вот, давайте верхнюю часть лица. Ага, я понял, что это за верхняя часть лица. Это выпячивание верхней части лица, как я понимаю. Либо опускание, либо подъем. Без разницы, на самом деле. Так, нижняя часть лица, сделаем ее поменьше. Сделаем ей чуть-чуть утонченную внешность. Также ширина головы. Давайте вот так вот, примерно, сделаем. Высота головы. Давайте вот так вот, примерно. Да блин, я случайно сбил. Так, ну и глубина головы тоже сделаем. Это высота самой головы. Ну окей, давайте сделаем чуть-чуть повыше. Ну и даже не настолько, вот на столичка примерно. Так, идем дальше. Тело у нас. Тело у нас, получается, размер шеи. Кадык, типа, можно регулировать. Ну давайте сделаем... Сделаем поменьше. Вот как-нибудь так. Длина шеи. О, ну это можно сделать и побольше, на самом деле. Грудь. Да, 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 не, не, не. Давайте сделаем что-нибудь такое. Да не, ну, ну, не, да. Ох, да, не, не, не. Хотя, во, идеально, я считаю. Так, плечи, нифига себе. О, вот это вот настоящая баба. Просто посмотрите, как можно сделать из него коу-монстра. Ладно, давайте игру сделаем поменьше, наверное. Может быть... О, вот так вот. И плечи чуть-чуть побольше, пошире, чтобы было чему держать все это. Что-то я когда... Как-то оно очень накачано смотрится. Ладно, давайте вот так вот пока оставим. Так, бедра, бедра. О, бедра, да. Торсовидж надо сначала, видимо, настроить. Это, я понимаю, жир, да? Ну, у нас будет худенькая, тоненькая талия. Сделаем так же, давайте, высоту туловища повыше немножечко. Но не очень высокую, прям... Ну, как-нибудь вот так вот. Глубина туловища у нас будет, получается, поменьше тоже. Вот как-то так. Дальше у нас... Что, давайте еще я бедра не настроил. Я их пропустил. Давайте вот сейчас настроим. Я думаю, как-то можно сделать... Я хочу, чтобы были бедра, поэтому я сделаю чуть-чуть побольше, чем стандарт. Дальше руки пошли у нас так. Сами руки размера будут... Ну, не очень большие длина. Средние будут, короче, длина рук. Это тоже нам особо не нужно. Слишком большие руки. Давайте вот так. Так, и верхняя часть руки... О, бицепсы можно бицуху себе накачать. Офигенная тема, на самом деле. Давайте сделаем чуть больше, чем стандарт. И нижняя часть руки у нас будет... Ну, такой, знаете, небольшой достаточно. Ну, и ноги осталось только сделать. Давайте длину ног отри... Ни хрена себе, блин. Не, спасибо, такую высокую мне не надо. Можно мне подальше сделать, а то я не вижу ее полную модельку. Давайте сделаем, не знаю, даже... Давайте вот так вот. Так, и верхняя часть ног... Нижняя часть ног будет точно ниже, чем верхняя. И ступни. Ступни нам тоже большие. В принципе, не особо-то и нужны. Вот верхнюю часть ноги можно чуть-чуть сделать вот так вот. Пойдет! Я считаю, нормально пошло. Можно, кстати, посмотреть на нее. Подожди, что это такое? Цвет... А, ну это мы настраивали цвет. Окей, ладно. Собственно, сделали мы персонажа. Давайте начинать уже играть в саму игру. Надеюсь, вы готовы к лагам, потому что я нет. Сделано. Ну, сделано. Так, спавн нового выжившего. Создать нового выжившего. Спавн, естественно. Подождите, кровати? Случайный. Я что-то ничего не могу здесь нажать. Ну ладно, давайте спавн нового выжившего. Белый экран, отлично. То, что нужно. А, это загрузка, как я понимаю. Видите, там три точечки были. Ну и так, смотрим на графоне. Собственно, вот он арк у нас. Максимальная графика. Все на максимуме. Мы уже видим просадки FPS достаточно серьезные. Если что, сейчас просто отрегулируем разрешение. Должно быть побольше FPS. Если будет все очень плохо. Если будет все нормально, будем играть на максимальной графике. Если она, конечно же, со временем адаптируется. Так, давайте я возьму поаккуратнее. Ну, знаете, можно играть. Можно играть, в принципе. Но, если будет совсем плохо, да, мы с вами заменим на нормальную графику. Ну, то есть, не на нормальную графику, наоборот, на более худшую графику. Жмите вверх, чтобы идти. Так, камень. А я могу как-то драться? Видимо, я не могу руками добыть камень. Я могу только собирать траву. Это я точно знаю. Потому что все, кто играл в арк, сурвайву и волос, собирали первым делом вот эту вот траву. Вот всякие вот эти листья, они дают всякие ягоды, на которые можно выжить и так далее. Короче, можно собрать вот эту хрень? Давай, собирай волокна. Да, пригодится. Еще амамбери. Все дела. О, папоротник. Блин, это серьезно. Это арк, сурвайву и волос на андроид. Серьезно. Я до сих пор не могу поверить, потому что, ну, блин, это реально арк, сурвайву и волос. Ага, ну да, давайте уберем эту штуку. Это что-то нависит все время. Давайте посмотрим, что у нас есть. У нас даже фп застало больше после того, как она прошла. Так это, по-моему, не особо агрессивные создания. Дважды нажмите удерживайте, чтобы убежать. В смысле? А, бежать, а не убежать. Да, перевод, конечно же, не идеальный. Блин, как жестко греется телефон от этой игры. Вот мы только-только начали с вами, он уже, блин, как раскаленный, блин, я не знаю. Подойдите ближе, наведите на дерево или какую-нибудь корягу и коснитесь правой стороны экрана, чтобы рубить его, пока вы не соберете дровесину. Коснитесь, в смысле, на... А, да, тапайте. Ай, кто меня ударил? А, да, точно, совсем забыл, что... Рукой бить дерево это не самая хорошая идея для здоровья. Солома. Да, видите, у нас здоровье уменьшается немножечко. Вы собрали достаточное количество материалов. Вы берите каменную кирку на вкладке крафта в инвентаре и изготовьте ее. Ладно, давайте посмотрим инвентарь. Блин, как же круто, на самом деле. Конечно, это не компьютерная версия, то есть в ней, понятно, что вырезано многое, но, блин, выглядит прям как компьютерная, но серьезно. То есть вот я, опять же, покажу вам все на максимуме. Тут у нас эпическая графика, разрешение максимальное. Я вообще удивлен, что у меня она запустилась. Хотя у меня достаточно мощный телефон относительно. Ладно, где тут у меня кирка? Инвентарь. Вот она, вот инвентарь. Крафтим. Первый раз просто играю. Я даже в компьютерную версию не играл, только смотрел парочку стримов. Буквально чуть-чуть. Я там не разбирался даже, что как. Так, мы сделали кирку, можно выйти. Твою ж мать, это плюющийся хрен! Валим, валим, валим. Я не знаю, убежим, не убежим. Вряд ли, конечно, убежим. Но попытаться мы хотя бы можем это сделать. Блин, надо бежать же, мы можем уже бегать. Я совсем забываю об этом. Вот вам и хардкор, как говорится. Максимальный уровень сложности, как-никак. Все, бежим, 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 бежим. А где кирку взять? То есть, ну, то есть, как ее взять в руки? Твою ж, за ногу. Ладно, этот рвоядный, вроде бы, если не ошибаюсь. Насколько меня научило. Так, использовать, конечно же, использовать. Отлично, экипируй. Первый инструмент готов. Что у нас дальше за задания будут? Так, я вижу, там ходит эта хрень. Так, так, что у нас еще? Блин, на Android! Ну, серьезно, я до сих пор нажмите дважды и держите. Ага, понял. То есть, если два раза нажать, то он будет беспрерывно бить. Вот это удобно, вот это реально. Вот, блин, классно сделали, на самом деле, управление. Мне очень нравится. Блин, как же топово, а! Да, ARK, кстати, с Royal Viewout вышел достаточно давно на Android. То есть, по-моему, еще в прошлом году, если я не ошибаюсь. Или вообще еще раньше, может, в 2017. Я точно не помню. Ну, в общем, он вышел давно, но он у меня до этого не запускался. То есть, у меня было тогда другое устройство. Сейчас я могу, в принципе, как вы понимаете, уже более-менее нормально играть. Так, я слышу опять не очень хорошие звуки. Надеюсь, это не... Это просто какой-нибудь травоядный издает их. Ну, че, этот кремень бесконечный, что ли? Ну, ладно, окей, кремня нам тогда не хватит. Давайте банановое дерево попробуем срубить. Киркой это безопасно, по крайней мере. Так, а можно я мне обратно? Ну, руби. Отлично. Солома, дерево, солома, дерево, солома, дерево. И самое главное, что она нормально, более-менее идет на максимальном уровне графики. То есть, даже несмотря на то, что вот я сейчас записываю в 1440 пи, да, это очень огромная нагрузка на телефон. И при этом еще, как вы понимаете, телефон очень сильно нагревается от этой игры. И вот, учитывая все это, при этом я играю вполне спокойно. То есть, играбельно, я могу убежать, если что, я могу там убить кого-то, может быть. Хотя с онлайном там, конечно, будет уже гораздо посложнее. Но вот в одиночном режиме, по крайней мере, как вы понимаете, много чего можно сделать. Можем, кстати, перейти. Надеюсь, тут нету этих дурацких пираний, потому что я знаю. О, я могу пить из этой хрени. Видимо, это водопой. И тут настоящая вода. Да, но, блин, как же креется телефон мне. Все равно, я сейчас пальцы буду обжигать. Павшее дерево. Вот, кстати, прошли просадки фпс, это уже из-за... Хотя нет, наверное, из-за того, что рисуется новая графика, а не из-за нагрева. Хотя, черт его знает, на самом деле. Я не знаю, как будет у вас на записи, но у меня, знаете, так просто как будто, там, не знаю, 20-30 фпс в игре, да, а не 60 и не больше. О, вот сейчас был пролат небольшой. Не знаю, как у вас будет на записи. Такс. Ну, собственно, здесь самое главное, это не играть хорошо, просто показать вам графику на андроиде и показать вам, собственно, как вы будете играть. Естественно, если я выключу запись, у меня будет более плавная анимация, я смогу играть более-менее нормально. То есть, это только... По-моему, это не совсем, блин. Так, ясно. Телефон очень сильно греется, сразу скажу вам. Главное, чтобы сейчас запись не похерилась, потому что программа записи, если телефон нагревается слишком жестко, она ломает видосы, которые я отпишу. Вайли. Здравствуйте. Чё-то мне кажется, я не туда зашёл, не на ту территорию, так сказать. Ау! Кажется, мне конец, чуваки. Да, меня убили нахрен. Они меня застанили и после этого добили. Вот что бывает, когда вы играете на максимальном уровне сложности воскрешения в любой локации. Конечно же, давайте воскресимся. Это было жёстко, на самом деле. Это было реально жёстко. Такс. Сейчас я проверю запись. Буквально пишется, не пишется. Может, уже видео сломалось. Хм, на удивление, всё менее неплохо. Здорово, уточка, Дино. Это самые, по-моему, слабенькие противники, да. И они, как сказать, не агрессивные особо. О, камень. Можем забрать камень. А у меня, кстати, забрали ресурсы вот эти вот кирка и всё такое. Мне кажется, да, должны были забрать. Могу и взять камень? А как мне его взять? Камень? Камень. Ну чё, камень и камень. На руку нажимаю, не берётся. Может быть, я должен именно как-то центр экран... Блин, мне курсора нет. Очень не помешал бы курсор, на самом деле, в центр экрана. А, чё? Чё я сделал? Давайте ещё раз попробуем. Так, вот, камень. Требуется инстанция. А, это кремень, это не камень уже. Хотя... Да твою ж за ногу! Как вы задрали уже! Что там такое? Это тоже не похоже на милого и доброго динозаврика. Я почти труп, если чё. Блин, там ещё задница какая-то с той стороны. Ясно, я труп. Я труп, мне не выжить. Видите, у меня уже это... Блин, ну серьёзно, да вы издеваетесь? Я только появился, и, короче, на меня сразу же напали монстры. Вот что бывает, когда вы играете на хардкоре. Особенно с лагами небольшими, как вы понимаете. Ух ты, я рядом с какой-то дичью... Ты прикалываешься, да? Игра это издевательство какое-то нереальное, на самом деле. То, что она меня возродила на той же самой позиции, да, но при этом на меня напали. Да, мочите его, мочите его, бейте его. Блин, сейчас ночь будет, будет вообще отстойно. На самом деле, желательно бы сделать факел. Как это сделать, правда, я пока не вкупаю. Фух, оторвался, не оторвался? Знаете, вроде бы оторвался. Может быть, они там с кем-то начали драться. Так, у меня банановое дерево, я бы хотел сделать кирку себе. Солома пошла. Дайте дерево немного. Какая солома? Или с пальмы только... Нет, видимо, с пальмы идёт солома по большей части. Давайте мы найдём с вами... Дерево. Господи, я уже нихрена не вижу. Вы чё, издеваетесь? Это дерево или это, опять же, пальма? Это пальма, блин. Мне пальма не нужна, мне нужно дерево. Блин, вы просто посмотрите, а. Красота. Вон коряга, вижу, лежит. С ней можно собрать камень, я думаю. Ой, дерево. Опять меня что-то ударяет, или это я просто бью? Да какая солома? Можно мне, блин, дерево? О, наконец-то дерево добавлено в инвентарь. Мне бы топор первым делом скрафтить, а не кирку, потому что мне кажется, что топор более какой-то... Блин, а я не могу... А нет, могу, могу её скрафтить. Так, мне не хватает только чуть-чуть камня. Нужно камешек найти, хотя бы один камешек, и всё будет нормально. Так это травоядный, а вот это не травоядный! Куст. О, камень, камень, вижу где-то камень. Где камень? Покажите. Я его, видимо, прошёл случайно. Да, вот камешек лежит. Как его взять только? Вот я не понимаю. А, просто нажать на правую часть экрана, не на значок руки. Если вы нажимаете на значок руки, то не работает. Так, ладно, давайте крафтить. Знаете, я передумал. Я скрафчу кирку, потому что, во-первых, топор я скрафтить не могу. А, для чего он нужен? Для факела кремень и камень нужен. Окей, для факела нужен кремень и камень, запомним. Так, вы вошли в опасную зону. Фак! Ну за что мне это такое-то? И тут ещё игра на паузу не ставится, даже когда я играю в одиночную игру. Так, я побежал, короче. Мне вот здесь тусоваться рядом с этим ящером вообще нет никакого резона. Блин, там ещё какая-то хрень опасная. Есть тут безопасные зоны, ну хоть где-нибудь, за что? Я в прошлый раз, когда побежал сюда, я там умер. Меня какой-то огромный чувак накарал, так сказать. Это здесь что такое? Ладно, спокойствие, только спокойствие. Если я в безопасности, я в безопасности. Давайте достанем кирку. И нам нужно как можно скорее, как можно скорее сделать нам, так сказать, добрый. Слава тебе, господи, хоть ты нормальный. Банановое дерево. Давайте пока соберём какие-то ресурсы. Куда-то звук пропал ударов, вы заметили? Его нету. Не знаю, куда он исчез. Вообще звуки как-то поломались только что, по-моему. Хотя вот вроде как добегаю, есть звук. Давайте туда вот перебежим. Там, конечно, вот эта большая хрень, которая меня может убить, блин, очень быстро. Но мы не будем идти теперь налево, мы будем идти направо. И постараемся что-нибудь здесь найти. Блин, там опять же агрессивные какие-то чуваки. Так, мне нужен камень немножечко. И кремень мне нужен. О, кремень есть, камень есть. Всё, готово. Можем с вами скрафтить сейчас ремесло. Ремесло. Выбираем себе факел. Да, конечно же, создаём. И также можно посмотреть, чё мы можем вообще прокачать себе. Вот прокачка. Это у нас третья. У нас пока нету очков. Нам надо чё-то делать. Окей, давайте пока просто тогда добывать ресурсы. Я могу вообще... Я, по-моему, даже чё построить пока не могу. Дерево, DVD. DVD-DV. Давайте немножечко запасёмся, так сказать, самыми важными ресурсами. Блин, как же тут опасно на самом деле всё. Так, мне не нравится этот звук. Твою мать. Что такое? Ну за что мне это? Зачем я выбрал максимальный уровень сложности? Я мазохист, я всегда так делаю. Ты же не агрессивный? Господи, меня пугают этими звуками. Дайте мне просто немножечко камня добыть. Мне не нужен металл, мне нужен кремень и чуть-чуть камня. Ещё камня. Так, два камня. Ну, я думаю, где-то ещё, наверное, один. Да, ещё два. Ну, наверное, ещё пять камней, и мне будет более-менее достаточно. Так, два, два кремния. Да кремния у меня дофига, мне бы камень. Да не металл и кремния, камень хочу. Ещё пять камня. Так, два камня есть. И у меня закончилось дерево. Ясно. Ты же добрая макака. Мезупитек, окей. Вот эта вот хрень там на задней... Сзади я не уверен, что она травоядная, но вроде бы она травоядная. Травоядная вот так, зелёная. Видите это? Если я не ошибаюсь. Насколько я знаю, динозавров. Я не играл в эту игру, подне знаю, кто здесь травоядная, сколько нет. А кто нет, но чё-то такое, знаете. Это что за хрень там? По-моему, это вот травоядная хрень. Можно пробовать её забить. Чё-то я... Она 270 уровня. Короче, я понял, не надо было. Да, это травоядная штука, пара зорлов. Я это помню. Холодно, вы нашли дойти теплом. Да мне просто надо... Блин, нихрена не видно. Ладно, давайте экипируем уже наконец-то наш с вами, так сказать... Зря я выбрал сложность, потому что я вам сейчас много чего показать не смогу. То есть, всё, что я смогу вам показать и как я... Так, создать, конечно. Блин, а я его разве не создал в прошлый раз? По-моему, я его создал, нет? Простой предмет, факел. А, надо в инвентарь было зайти. Да, у меня два факела. Теперь я зачем-то использовал два. Давайте включим свет, так сказать. И пойдём, собственно, дальше на изучение. Мне бы еды немножечко сейчас подобрать. То есть, нам надо пойти в какой-нибудь лес и пособирать немножечко пищи. Потому что иначе мы, скорее всего, с вами... Ага, я могу собирать, только если не держу ничего. Или я могу собирать всё-таки? Не, я могу собирать. Нормально тогда всё. Мне просто надо нажимать на правую часть экрана, а не на... Блин, он ударяет зачем-то факелом. Ладно, не страшно. Пусть ударяет. Бамбук. Тинтоберри. У нас уже достаточно много голода. Но с жаждой всё нормально, как бы. Не бей ты факелом. Я просто хотел, чтобы ты собрал что-то отсюда. Давайте ещё немножечко набираем еды. А я могу вообще хотя бы костёр там, я не знаю, какой-то построить. Или костёр это тоже исследование. Скорее всего, да. Видите, костёр это тоже исследование. Я не могу его себе пока приобрести, так сказать. Там через 3 минуты какой-то подарок мне будет сделан. Интересно посмотреть. Так, я хотел ещё сделать, знаете, что? Я хотел поесть. Вот, что я хотел. Давайте выберем еду. Точнее, инвентарь. И здесь у нас должна быть еда, по-моему. Я не помню, какие из них ядовитые. Красная ягода в основном растёт. Большая, вкусная и может быть использована так. Вкусная. Это здесь не переведено. Короче, сделать голубой краситель. Когда ешь довольно распространённую... Ага, это наркотическое, это несъедобное. Это дикая яда. Сама по себе она очень вкусная. Но, суки, это ягода не очень вкусная. Но окей. Давайте тогда просто красных ягод съедим. Надеюсь, у нас не будет этого, знаете. Блин, я чуть не то съел, по-моему. Вот это ядовитые ягоды. Жёлтая ягода, преимущественно, пляжи. Вкусная, может быть. Да ты издеваешься. Это же... Это же ядовитые ягоды, нет? Тут разве нету ядовитых и не ядовитых? А, да. Человеческие фекалии. То, что надо. Где эта штука у нас? Это как бы продукт репродукции, короче. Что значит вот этот знак? А, вот так можно делать? Офигеть. Тогда я могу сейчас добывать, по сути, что-то. Вы потеряли этот предмет. Да, я уже использовал их. Я понял. Да, знаете, судя... Ты... Ты же нормальный, ты добрый. Давайте наведём на него. Ты травоядный, чувак? Скажи, что да. Кажется, повезло, блин. Кажется, повезло. Выглядит как нетравоядный вообще. Давайте возьмём факел обратно. Чувак. Ладно. Чё у нас здесь есть ещё вообще? Ну, ночью нам чё делать? Мы можем только разве что ягоды всякие собирать и ресурсы. И то, знаете, долбить так. Чувствую, мы не получим с вами даже второй уровень. Хотя давайте посмотрим, сколько у нас уже очков скопилось. Нам надо кого-то убить. Но, блин, 270 уровень, мы будем долбить её очень долго, как вы понимаете. Может быть, если факелом поджечь будет быстрее. Может попробовать. А нам чё, нам терять нечего. Давайте попробуем. Ух ты, эти кристаллы. Просто посмотрите наверх. Охренеть. Как же красиво. Сейчас меня съест кто-то. О, вот то, что нам и надо. О, 30 уровень. То, что нам надо. Так, достань вот эту хрень и сейчас мы будем её долбить ей. Оп, иди сюда. О, отлично, минус. Теперь надо разделать её. Поэтому мы сейчас возьмём не свисти. Я зачем-то на свисток нажал. Не знаю, что это значит. Видимо, приманить кого-то. Так, можно мне кирку взять, во-первых, в руки её. Так, использовать. И сейчас мы постараемся, пока не исчезла. Да, удерживать, чтобы добывать. Это я помню. Сырое мясо, сырое мясо. И давайте посмотрим, сколько у нас очков, собственно, добавилось в эту категорию. Четыре очка опыта. Ну, серьёзно, сколько я должен убить чуваков вообще? Опыта копить, чтобы мне хотя бы первые уровни разблокировались. Ну, серьёзно. Издевательство какое-то, серьёзно. И кремния. Так, я слышал ещё одного додо. Мне бы его найти и зарубить, на самом деле. Было бы очень неплохо. Где он? Я его слышал, но не видел. Ни хрена не видно. Давайте я возьму факел, пока. Додо, ты где? Ходячий опыт, ходячее мяско. Мне ты нужен. Горячо держать телефон, серьёзно. Он просто раскалён до предела, я не знаю. Но это, знаете, звено его всему ещё. Программа записи, она очень сильно нагревает телефон. Поэтому это нормально, в принципе. Ну, не знаю, убью я её, не убью. Убью, если буду долго бить. Скоро может сломаться, говорят нам кирка. Знаете, мы почти её убили. Так, у меня сломалась кирка. Давайте возьмём факел. Я тебе факел могу забить, знаешь ли. Я тебя руками забью, короче. Всё, убил я её, да, получается? Руками немножко, правда, поцарапался каким-то образом. Давайте создадим ещё одну кирку тогда, раз мы можем это сделать. Мы же можем это сделать, подождите. В ДОДО, кстати, есть какие-то инвентарь. У неё есть. Так, я хотел бы починить кирку. Да, смотрите, мы можем просто её отремонтировать. Это будет, наверное, даже дешевле, чем создать. Так, всё, использовать, пожалуйста. Ну и давайте добудем ДОДО. А, смотрите, тут даже время разложения указано. Если чё. Ну, 270 уровень завалили. Ну, это достойно нашего нового уровня. Ведь так получается? Нет, блин, дали 2 или 3 экспи. Ну, серьёзно. Это, наверное, из-за сложности всё. Так, я думаю, на низких уровнях сложности там легче собирать опыт. Ну, это, блин, вообще жесть. Ну, видели, сколько придётся убить, чтобы, короче, я не знаю, уровень там поднять. Один. Нам, знаете, чё надо ещё сделать? Нам надо обязательно сейчас... Сохранение идёт? Нам надо обязательно сейчас... Как его? Есть. Пойдём немножечко. Нам надо использовать... А, у нас есть ещё один факел. Отлично, у нас есть второй же факел. Я забыл, что я его крафтил. Твою мать. Что это такое, блин? Мне это не нравится. Я пошёл отсюда. О, вода есть. А чё, факел потух? Кирка не потухнет. Вы вошли в опасную зону. Ага, а там типа безопасная, да, была? Вам доступен бесплатный подарок. Смотреть рекламу. Давайте я получу, кстати, бесплатный подарок. Просто... Так, подождите. Планы меняются. Знаете, мне нравилось на том берегу. Пойду я обратно. Ты же меня не догонишь. Ты же не поплывёшь за мной, да? Тепло, тепло. И посмотрим рекламу. Получим подарок. И я после того, как посмотрю рекламу, вернусь к вам. Скажу, что там было. Ясно, меня пиранья сожрала. Видите, там сверху было указано мега пиранья. Все дела, короче, вы поняли. Ладно, давайте воскресимся. Изи. Окей, ясно. У нас утро, кстати, почти наступило. Давайте посмотрим подарок, и я вернусь к вам сейчас. Фиолетовый краситель. Серьёзно? Ладно, окей. Сделаем вид, что это нормально, типа. Так, а где я умер? Мне вообще покажут? Вот это вот светящий стол под случайно не то место моей смерти? Можно сходить посмотреть. Но, по-моему, я умер в воде, а не где-то вот там вот. Мне кажется, это тоже моё тело, но другое, когда умер в прошлый раз. Похоже на мои вещи, на самом деле. Банановое дерево мешается только. Так, давайте возьмём, взять всё. Тут дополнительный камень есть, ещё куча всякого этих имплантов и прочего мусора. А где мой ещё один труп-то? Он указан как-то на карте? Так, я слышу, да, не очень хорошие звуки. Ага, вижу ещё один труп. Птеродактили, они вроде достаточно агрессивные. Это не птеродактиль, это какая-то непонятная хрень. Огромная. Теродактили были большие, да, но не настолько. Ладно, может, они были ещё больше. О размерах фиг его знает, какие они там были тысячи миллионов лет назад. Так, вон там я умер, и здесь я умер. Так, я устал, не могу дальше бежать. Давайте тогда просто походим. Как вы думаете, где мы умерли? Мне кажется, мы умерли то ли там, то ли там, фиг его знает на самом деле. Но я не понял, что бы я умер на возвышенности. На возвышенности я умер, по-моему, в самый первый раз. А внизу я умер как раз-таки на второй. Здорово, ты травоядный, я знаю. Главное, чтобы тут пираньи не было, которые меня убили в прошлый раз. А вот там, где меня убили пираньи, вот где-то в воде, там они точно есть. И мне надо как-то быстро-быстро всё забрать и убежать до того, как они меня загрызут там снова. Это тут кинозавр тоже не очень хороший. Опасная зона, горячо. Чуть-чуть и горячо-то, блин. Ягода взаима. Что? Простите. А, нет, смотрите, это внизу. И кажется, именно там, где я умер. Сейчас я на всякий случай пробегусь. Кстати, у вас кадров на видео будет меньше. Я уже проверил, но ничего с этим, как сказать, сделать не могу. Ну, могу графику только понизить, тогда кадров будет больше. Но. Такс. Здравствуйте. Там, я надеюсь, не стоит, мои убийцы не стоят рядом с моим телом. Так, это мой труп. Ясно. Я уже увижу, он ещё не разложился. Могу посмотреть. Что? Что это такое? Что с моим телом? Почему? Нажмите X, чтобы... Ага, я понял тебя. Да. Нажмите. Не X только вот, а как бы, да. Ну, здесь у нас уже дофига, на самом деле, ресурсов. Я, по-моему, здесь умер, да? Я всё-таки успел доплыть до берега. Можно попробовать забить вот эту хрень. Давайте рискнём, я не знаю. Сколько у неё здоровье вообще использовать? Она, по-моему, быстро бегает, если я не ошибаюсь. Поэтому я не уверен, что у нас получится. А так, тысяча хп. Не, мне её не забить. Там агрессивное вот это вот существо. Не знаю, с ним драться такое себе. Мне куда-то указывает. Ещё одно. Типа, туда иди. Так, здесь дерётся травоядный против агрессивного. Можно попробовать встрять. Так, зачем я напал на этого? Я хотел, я хотел, знаете, что сделать? Я хотел подбежать и добить его, чтобы мне, короче, опыт дали. Немножечко не получилось. Не успел. Я хотел аккуратно сначала посмотреть, сколько у него хп. Я просто не знал, кто выиграет. Либо хищник, либо травоядный. Твою ж... За ногу, господи! Да почему? Ну что я сделал не так? Зачем я выбрал максимальную сложность? Я ничего не могу сейчас сделать. Пираньи не кушайте, пожалуйста. Мне просто переплыть на ту сторону. Всё, чего я прошу. Переплыть на ту сторону. Нет! Нет, блин! Вы устали! Какой устали! Ты с ума сошёл? Меня сейчас сожрут нахрен. Нет, нет, не смотри сюда, не плыви сюда, останься там. Эти звуки мне ещё и не нравятся, знаете ли. В прошлый раз я на том берегу, за мной динозавр какой-то погнался. Зачем я плыву туда? Ну, короче, всё, что мне сейчас надо, это находить более слабых существ, и избивать их, чтобы получить опыт и уметь построить костёр. После этого я смогу какие-нибудь там стены, изучить одежду. И, собственно, так я буду постоянно развиваться. Но вот успеем ли мы с вами сегодня? У меня очень-очень-очень большой вопрос стоит насчёт этого. Мне кажется, нифига мы с вами не успеем. Так, это травоядный, его можно не бояться. Если что, кстати, он нас может защитить. Ну, горячо. Вы устали! Ну вот, постоим, постоим. Окей, юдификейтед. Под деревом стоим. И мы, кстати, должна ещё и жара спасть. Вроде так и случилось. Так, чувак, я надеюсь, ты не будешь на меня нападать. Ты же травоядный. Не чувствую угрозу. Я тебя не трогаю, и ты меня не трогай, окей? Давайте зайдём куда-нибудь наверх, чтобы осмотреться. Где мы вообще находимся? Угу. Что это там впереди? А, это камень просто. Ну, окей. Нам нужно пока ещё не стемнело как-то продвинуться под джунглем, посмотреть, что где вообще есть. Что это такое? Это плохая штука! Это плохая штука, от которой надо бежать, потому что у неё один касатель атаки. Здорово. Ещё одна такая же плохая штука. Здорово. Третья такая плохая штука. Нет, ну почему ты устал? Прощай, жестокий мир. Ну, подходи ко мне за рублю. Ну, так медленно, знаете, медленно. На, получай. Это Раптор, кстати. Было бы у меня, не знаю, более-менее подходящее оружие и броня, я бы, кстати, мог с ним ещё и подраться. А так мы просто слились ему. Ну, ясно, понятно. Вот это вот начинается. Ну, как вы понимаете, это из-за того, что я слишком сильно, так сказать, решил, короче. Здесь очень долгий гринд, видимо, на максимальном уровне сложности, потому что, вот как мы можем посмотреть, сейчас я вам покажу, вот они, очки. И у меня, как вы понимаете, всего 7 опыта из 50. Это то, когда одно даст мне немножечко очков уровней, чтобы ему построить там костёр, дубинку, там кожаный спальный мешок себе разместить, чтобы не воскрешаться фиг знает где. Но это надо очень долго гриндить, очень долго качать, на максимальном уровне сложности. Надо было выбрать что-то попроще, чтобы мне меньше опыта требовалось для всего этого. У меня опять кто-то напал. Что за звуки? Меня пугают эти звуки, серьёзно. Это вы так говорите, травоядные, серьёзно? Вот это, кстати, агрессивная хрень, которая рядом сзади меня была. Вы добрые? Что-то не похоже на то. Вроде бы они не злые, да, они травоядные, если я не ошибаюсь. Вот именно они, кстати, сдают эти звуки. Они, знаете, похожи на... немножечко на тигров, смешанных с... Не тигров? Ну, тигров, да? Смешанных с... Ауч! За что? Я, видимо, встал у него на пути. Так-то они не агрессивные, но если, видимо, я встаю у них на пути, они могут меня и задеть. Да, вот, смотрите, мне ещё раз ударил этот чувак. Видимо, не стоит к ним слишком близко подходить. Они такие, знаете, как тигровые акулы. Если вы к ним близко подойдёте, есть вероятность того, что они нападут на вас. Опять мы где-то в заднице какой-то появились. Ну, на этом я, наверное, буду потихонечку заканчивать. Я чисто хотел просто вам показать, что это за игра. Я сам в ней не разбираюсь, поэтому я сразу прошу прощения за то, что я так достаточно посредственно сыграл. Так-с, там, я вижу, мы умерли недалеко от своего места спавна. Можно взять, но тут ничего нету. Как бы тут ничего нету всё равно, поэтому нет смысла что-то брать. Отойди. Я знаю, ты агрессивный, может, напасть, но нет. Не делай этого. Одумайся, подумай. Вот эта хрень, она агрессивная и не агрессивная? Вроде бы нет, но у него очень много здоровья, ничего себе сделать не могу. Всё, я вышел из опасной зоны. Замечательно. Здесь уже более-менее неплохо всё должно быть. Если вам понравится, я сыграю уже нормально после этого. Дефалу... Я постараюсь, конечно. Ну, кулаками, но, знаете, это похоже на самоубийство сейчас, да. Кислота, всё. Как бы у меня конец. Хотя шансы есть, конечно, но не очень призрачные. Ммм, ты меня испугался, но меня кислота сейчас добьёт, просто я умрот кислоты. А, она бежит. Ну, кислота меня добьёт, я думаю. Да, у меня ещё и здоровье понижается, то есть я ранен. Да ты сволочь, я его не догоню с таким этим, знаете, скоростью с такой. Вот эта штука тоже агрессивная, поэтому... Да, кулаками очень маленький урон. Это надо обязательно крафтить кирку. Вот если бы у меня была кирка, мы бы с вами убили эту хрень, нам бы немножко опыта дожидали. Так, ну... Ну, ладно, ладно. В общем-то, как я и говорил, мы будем на этом заканчивать. Большое спасибо, что посмотрели. С вами был Ник. Я ранен и умираю, я устал и всё плохо, и еды нету, оружия нету, ничего нету, и опыт медленно качается, и вообще всё очень плохо. Но игра офигенная, на самом деле. Игра очень классная. Это прям та самая игра, с ПК. Просто она оптимизирована, так сказать. Что это? Это акулы? Это акулы! Твою ж за ногу! Господи, что с ними не так? Ладно, окей. С вами был Ник. Удачи, до скорых встреч. Я пошёл умирать. Пока-пока.